Здравствуйте всем, меня зовут Динара Егебаева, я журналист, я независимый журналист, я это подчеркиваю всегда. Очень сложно в эти короткие 10 минут, которые вы выделяете для спикеров, рассказать, конечно, о том, что это было, тем более, что мы до сих пор, даже спустя год, не понимаем, что произошло. Есть предположения, а еще есть действия наших властей, которые мы наблюдали в течение этого года. И наблюдая за ними, я сделала вывод, что мы никогда не узнаем, нет, я неправильно сказала, мы не узнаем правды, что произошло в январе прошлого года, что произошло в 11-м году жена Узения и в 86-м в Алма-Ате, пока эта власть будет сохраняться, пока будет действовать этот режим. Мы стали свидетелями страшной трагедии. И мне очень обидно, что большая часть общества ее игнорирует и остается к ней равнодушной. Это очень странная позиция, поскольку она связана с беспомощностью. А беспомощность – это тот результат, которого добивалась та система, выстраиваемая Назарбаевым и теперь поддерживаемая Тукаевым в течение 30 лет. Я с полной уверенностью могу сказать, что это были мирные протесты. Меня не было в эти дни на площади. Я, как и многие, находилась дома, не понимая, что происходит, получая только какие-то отголоски, сообщения от тех людей, которые в тот момент выходили или наблюдали за митингами. Но они были подавлены. И почему это произошло? У меня есть только один ответ. Для удержания власти. Власть в нашей стране – это нужно очень хорошо понимать. И я это вам заявляю как человек, который постоянно находится под сильным давлением и получает угрозы. Власть в нашей стране удерживается насилием и репрессиями. И это будет продолжаться до тех пор, пока наше общество будет с этим соглашаться. По официальным данным погибло 238 человек. Я предполагаю, что погибших намного больше. Уже сегодня правозащитники приводят цифру 263 человека погибших, 13 пропавших без вести. В их числе есть трое, которые покончили с собой после допроса в полицию. И теперь, имея информацию о пытках, я могу предположить, что эти люди наложили на себя руки, потому что их пытали. Пытали физически и психологически. Еще шестеро человек в этом списке – это те, кто погиб во время пыток, в результате пыток. Я не знаю, способны ли вы представить, какой долгой и мучительной смертью они умирали. Я много раз, я в течение всего этого года рассказываю, чтобы достучаться до каждого, через какие пытки прошли более 7 тысяч человек в нашей стране. Просто подумайте, 7 тысяч человек. Пытки в нашей стране поставлены на конвейер. И сегодня, пользуясь этой площадкой, я еще раз вам скажу, еще раз повторю, что делали полицейские садисты с мирными людьми. Их прижигали утюгом. Им вырывали зубы плоскогубцами. Им втыкали ногти, под ногти иглы. Их насиловали полицейскими дубинками. Их жестоко избивали, привязывая к стене распластанными. В пыточных есть даже инструменты. Среди тех, кто подвергся пыткам, были несовершеннолетние дети. Пытали электрошокеры. Морили голодом. Не давали спать. В шестиместную камеру помещали намного больше людей. Их пытали сутками в течение как минимум 10 дней. Суды над ними прошли в течение 5 минут. Они были практически голые. Многих из них похитили из больницы, избивая. Те, кто не мог ходить, их заставляли ползти. И когда они ползли, за ними оставался след из крови и из той жидкости, которая вытекала из их ран. Некоторых похитили из реанимации, только после операции. Это были огнестрельные ранения. И когда они попали в СИЗО, их били по этим ранам. Многие из СИЗО вышли инвалидами на всю жизнь. Это были здоровые, молодые мужчины, которые должны были строить нашу страну, рожать здоровых детей и рассказывать им о том, как однажды они вышли на мирные протесты и смогли построить тот Казахстан, о котором мы все с вами мечтаем и хотим. Это совсем, конечно, вкратце. Вы понимаете, что у меня огромное количество информации. Она вся достоверная, потому что она получена из первых уст. Среди погибших семеро несовершеннолетних. Какая была необходимость их убивать? Самым младшим четыре года Айкуркем, Мельдихан, и двенадцать лет султан Калышбек. Оба застрелены в голову. Когда была застрелена Айкуркем, ей снесло половину головы. Это видели ее брат и сестра, которые сидели рядом. И в таком виде ее нашел отец в морге. Я еще раз хочу повторить. Власть в нашей стране удерживается насилием и репрессиями. Мирные митинги были дискредитированы и криминализированы для того, чтобы в общественном сознании укрепилась мысль о том, что на митинги вышли бандиты, мародеры и убийцы. Это не так. На митинги вышли мирные люди. И у нас есть масса и фото, и видеосвидетельств. Власть удерживается еще и для того, что если будет доказано, что никаких террористов не было, а мы все прекрасно понимаем, что не было никакого нападения на нашу страну, были какие-то договоренности. И в общем-то мы видим, что эти договоренности действуют. Назарбаев никуда не делся. Они с Тукаевым договорились. Тукаев – это продолжение политики Назарбаева. Если бы Тукаев действовал один в течение этого года, Назарбаев и члены его семьи давно бы сидели в тюрьме, но этого не произошло. Все, что происходило в течение этого года, это соблюдение тех гарантий, которые даны были Назарбаеву и членам его семьи. Я ничего нового вам не говорю. Просто если вы повнимательнее будете наблюдать за тем, что происходит в нашей стране, вы тоже этого увидите. Может быть, мои слова вам кажутся ужасными, потому что ваша жизнь продолжается и вы не думайте о тех людях, которые были подвержены пыткам и которые были убиты непонятно за что. и вам кажется, что в этой стране происходят какие-то перемены и строится новый Казахстан, я вас огорчу. Нет, ничего не меняется и не поменяется до тех пор, пока этот режим будет сохраняться. Он изменится только в одном случае, если мы лишим его легитимности. Мы знаем, что если мы выйдем на улицы, нас расстреляют, лишили всех прав, нас лишили самых базовых прав, у нас нет права на жизнь, у нас нет права на свободу выбора. Единственный мирный способ, которым мы можем поменять нашу ситуацию в стране и заставить нашу власть меняться, это только то, чтобы не поддерживать ее, отвернуться от нее и не верить ей, и не покупать ту ложь, которая нас кормит в течение 30 лет. Я слышала выступление спикеров, это прекрасно, я рада, что есть в нашей стране люди, которые переживают за нее, хотят внести какой-то вклад и тоже стремятся к каким-то изменениям, но я снова вас расстрою, ничего этого не произойдет пока в этой стране сохраняется этот режим. Тукаев равно Назарбаев. Ну, наверное, я... Я не знаю. Мы хотели удаливать машину, они практически это сделали. Внутри салона лежит кирпич, и его бросили в заднее в стекло, в окно задней двери машины. Я прошу прощения, я... Меня трясет, я... Я в шоке. Я вам сейчас покажу. Машина стоит, рядом с моей машиной стоят другие машины. Машина стоит рядом с домом. Это был бы взрыв огромный. Это могли погибнуть люди, которые живут на первых этажах. Рядом машины. Это бензин. Это был бы колоссальный взрыв. Понимаете? Вы понимаете, что они делают? Приехала полиция. Приехали пожарные. я расцениваю это покушение как покушение на свою жизнь. Это Тукаевский Новый Казахстан. Вы голосовали за этого человека, который стрелял по людям и который устраивает покушение на других людей. Простите меня, я больше не могу говорить. Президент, у родственников жертв есть сегодня право подать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Назарбаева? Спасибо. Первый вопрос. Приказ стрелять на поражение без предупреждения отдал Тукаев. И это слышали и видели все. Тукаев в первые дни после подавления протестов публично отказался от проведения международного расследования, независимого расследования. И мы прекрасно знаем почему. Я еще раз повторю, властям невыгодно говорить нам правду, потому что если мы ее узнаем, то наши власти окажутся на скамье подсудимых. Открыть огонь по собственному народу это предательство. В демократическом мире это приравнивается к госизмене, включая приглашение иностранных войск. Мы знаем, что их позвали именно после того, когда Тукаев объявил о нападении 20 тысяч террористов, а потом стер эту запись из Твиттера. Но интернет все помнит. Что касается дат смерти этих людей, да, они есть, они есть у правозащитников. Эти списки публикуются. Если вы помните, Генеральная прокуратура опубликовала списки погибших только спустя 7 месяцев. И это был отвратительный список. Это был список, похожий на то, как посчитали столы, стулья, не палки, винтарь, фамилия и инициалы, ни имен, ни отчеств, ни дат рождения и смерти. Кем они были застрелены? Я предполагаю, ссылаясь на собственное расследование, в расстреле участвовали правоохранительные силовые органы Казахстана. У меня нет доказательств того, что в них участвовали российские войска, но я знаю о том, что в числе тех военнослужащих, которые приехали в Казахстан, российских я имею в виду, есть те, которые участвовали в Чеченской войне и в аннексии Крыма. Но пока мы не можем этого доказать. Я имею ввиду участия в... Да, были представители всех стран участников ОДКБ, но большую часть из них составляли именно российские военные. Если вы помните, некоторые тела были эксгумированы. Я предполагаю, для того, чтобы пули, которые в них были найдены, были потом каким-то образом спрятаны. Я хотела бы добавить, спасибо, Розелы, вы мне напомнили, 181 дело по убийству закрыто за отсутствием состава уголовного преступления. У нас есть убитые, как минимум 263 человека, но преступления нет. Также закрываются и засекречиваются дела о пытках, также за отсутствием состава или действия преступления. Ни один полицейский, как вы знаете, до сих пор не наказан за те пытки, которые абсолютно неопровержимы. Мы ведем расследование в условиях, которые угрожают нашей безопасности. Я, в общем-то, не собиралась это говорить, но вы знаете, что, ну, может быть, не знаете, я вам сейчас могу об этом рассказать. В пятницу, практически в полночь, был сожжен мой автомобиль. Я это расцениваю как акт устрашения за то, что я продолжаю говорить о январских протестах и пытаюсь найти правду. Поэтому я понимаю ваши вопросы о Розалы и, поверьте, я тоже хотела бы узнать на них ответы, но власть заинтересована в том, чтобы всю эту правду скрыть. И я еще раз повторю те слова, с которых я начала свое выступление. Пока эта власть находится, сохраняется, мы ничего не узнаем, поскольку правда для них принесет очень серьезное наказание. У меня такой вопрос Динара Эмина Кужимуратова. Скажите, или на ты можно? Конечно, Эмина. Динарочка, скажите, пожалуйста, скажи, пожалуйста, есть в сетях, гуляет, и мы все, наверное, многие посмотрели, очень замечательное расследование военных преступлений российских в Озбуче. Подетально, покадрово, очень скрупулезно, каждый километр вплоть до метра все расследовано, растолковано, прокомментировано, задокументировано, и даже вычислены те преступники, которые принимали в этом участие. Возможно ли такое в Казахстане, учитывая огромное количество видео и фотоматериалов? Именно спасибо большое. Замечательное напоминание, на самом деле, я писала об этом в соцсетях, что в Буче в условиях войны было проведено тщательное расследование. В Казахстане нет войны, слава Богу, но прошло 12 месяцев, и никаких результатов нам власти до сих пор не озвучивали, хотя лично Тукаев, по-моему, в марте обещал, что он эти результаты нам представит. я думаю, что со временем мы узнаем правду. Я не знаю когда. Поэтому, когда я говорю о том, что нам нужно перестать признавать легитимность этой власти, и нам нужно всячески это демонстрировать, нам нельзя верить той лжи, которая ежедневно выдается из их уст. И только таким образом, пока я вижу, это единственный способ заставить с нами считаться. Какие права у вас есть? Подумайте хорошо. У вас нет прав. В Казахстане могут убить и остаться безнаказанным. Как недавно заявил генпрокурор, силовики имеют право стрелять без приказа. Вот буквально так и понимаете. Если вы выйдете на улицу и вас застрелят, за это никто не ответит, потому что власть заинтересована в том, чтобы это скрыть. У вас нет права на жизнь. Вы живете в опасном, как минимум в Алмате городе. Я это опять вам заявляю как человек, который через это проходит ежедневно. И если вы скажете, что конечно, я все время критикую власть, и поэтому со мной происходят такие вещи, а вы ее не трогаете, и вам кажется, что вы живете спокойно, так вот опять-таки я вас огорчу. мы мы живем в одном городе и в одной стране. И у нас одна с вами власть, которая пользуется одними и теми же методами. И если с вами что-то случится, я вас уверяю, с вами произойдет то же самое. Да, может быть, вам не подожгут автомобиль и не лишат вас личного имущества, но с вами произойдет какая-нибудь колоссальная несправедливость. и не только с вами, с членами вашей семьи и даже с вашими детьми. И это все останется безнаказанным. Пока власть не научится нам отвечать, этот произвол будет продолжаться. Нам на самом деле нужны всего лишь три очень простые вещи. Нам нужны честные выборы, нам нужны независимые суды и нам нужны свободные СМИ. То, что сейчас происходит с журналистами, я думаю, вы все прекрасно наблюдаете. То, что происходит с выборами, вы тоже прекрасно наблюдаете. У нас нет права на свободу выбора. Ну, а суды? Вы видите, даже люди, которые погибли и которые были запытаны и у них есть все доказательства того, что это было убийство и это были пытки, суды эти дела закрывают и будут продолжать закрывать до тех пор, я как попугай повторяю, пока этот режим сохраняется. Не надо питать никаких иллюзий, мы с вами живем в одной и той же стране. И, как вы видите, я не являюсь представителем тех, кто вышел тогда в основном на митинги. Я не маргинал, я выросла в центре города, я коренная алматинка, я хожу в те же рестораны, что и многие из вас ходила, сейчас уже нет, я не могу себе это позволить, потому что я боюсь, что меня отравят. Я хожу по тем же улицам, и это реальность, а то, что думают те, что с ними все хорошо, и эта страна начала меняться, это иллюзия. Мы с вами живем в одной стране, где власть удерживается насилием и репрессиями.